До начала Парада Победы еще полчаса, но на сквере имени Кирова уже нет свободных мест. Многие люди приезжали заранее, чтобы занять выгодные места. Многие залазят на деревья, встают на бортики фонтанов, чтобы Парад Победы увидеть как можно лучше. Ветераны, главные герои праздника, места на трибунах тоже занимают заранее. Николай Кольцов прошел всю войну полковым разведчиком. Участвовал в Параде Победы на Красной площади. Ордена на показ не выставляет. То ли от природной скромности, то ли в силу профессиональной привычки. Как и у всех, кто служил в разведке. У Николая Ивановича хорошая память на детали. Один немец такой попался, кое-как дотащили. Брыкался сильно. Ну а у меня один разведчик был такой, сосед смешной. Пелюдин такой был. Взял ему в штанину, выстрелил ракету. Так он сам прибежал в траншею. Мы не успели догнать его, он уже в траншею нашей был. А за трибуны выставка оружия, которое используют бойцы спецподразделений. Подрастающее поколение в восторге от возможности подержать в руках настоящие винтовки и даже гранатометы. Причем к оружию рвутся не только будущие защитники Родины, но и их подруги. Они просто интересные очень. Прикольные. Начало с военной точностью ровно в 11 утра. Командующий парадом объезжает в строй, а затем докладывает о готовности губернатору Иркутской области Сергею Ерощенко. В своей поздравительной речи глава региона отметил важный вклад воинов-сибиряков в общую победу. На фронтах Великоотечественные. Сражались более 200 тысяч жителей Иркутской области. Десятки тысяч воинов-оркутян награждены боевыми орденами и медалями. 137 человек удостоено звания Героя Советского Союза, а 29 являются полными кавалерами Ордена Славы. Мы преклоняемся перед вами, праздниками и тружениками тыла. Ваше поколение пережило самую жестокую войну и одержало самую трудную, но и самую великую победу. Парад традиционно открывают кадеты из Иркутска и Уссолья. За ними курсанты Института МВД, солдаты, офицеры, подразделения Министерства обороны России. Сотрудники спецслужб, сибирские казаки. Всего по этой площади сегодня пройдут около 800 человек. Вот одна из самых эффектных коробок парада и слышных издалека. Как обычно, кульминацией парада стало выступление бойцов спецназа. Кроме различных техник рукопашного боя, они воссоздали на площади и практически настоящие боевые действия со стрельбой и взрывами. Демонстрация того, как будут захватывать преступников, которые пытаются скрыться на автомобиле. Выглядит убедительно. Но это ничто по сравнению с судьбой, которая ждет террористов. Никакое укрытие их не спасет. После нескольких очередей из БТРа укрытие вспыхивает. В сценарии этого не было. А уже через несколько минут на поле битвы выбежала толпа совсем юных иркутян. То самое будущее, за которое семь десятков лет назад самоотверженно сражались и проливали кровь солдаты Великой Отечественной. Все они бросились собирать гильзы, которыми был усыпан после парада сквер. Город будет праздновать до глубокой ночи. А фронтовикам пора. Брат Шинель – идти домой. Галина Тернева, Николай Крупченко. Новости сейчас.